Государственный террор, геноцид, антисемитизм и даже троллинг. Лидеры Турции и Израиля обмениваются громкими обвинениями в интернете и в СМИ. Политическую дискуссию с переходом на личности подстегнул президент США. Поговорив по телефону с Эрдоганом, Трамп объявил, что после ухода американского контингента из Сирии рассчитывает на турецкую армию в регионе и обидел ключевого союзника, израильского премьера Нитаньяху. В чём суть конфликта, разбирался Александр Балицкий. Историю того, как поссорились Раджеп Ахметович и Бенджамин Бенционович, можно было бы считать обычным выпадом в адрес друг друга, если бы на кону не стояла стабильность во всём Ближневосточном регионе. Я только что подвергся ежедневному троллингу антисемитского диктатора Эрдогана. Он одержим Израилем. Он знает, что такое нравственная армия и знает, что такое настоящая демократия, в отличие от армии, которая убивает женщин и детей в курских деревнях. Нитаньяху, ты постучал не в ту дверь. Эрдоган — это голос угнетённых людей, а вы — голос угнетателей. Вы проводите государственный терроризм. Ваши солдаты и ваша полиция хватают женщин, детей, пинают и уносят их. Вы жестокие и возглавляете государственный террор. Эрдоган обвиняет Нитаньяху в атаках на палестинцев, сравнивая методы израильской Цахал с нацистскими. Нитаньяху Эрдогана в притеснениях курдов, особенно отмечая операцию в пограничном Сирии регионе. Договорились до того, что обвинили друг друга в геноциде и перешли от публичных выступлений к эпистолярным. Он одержим Израилем, но произошло улучшение. Эрдоган нападал на меня каждые два часа, а теперь каждые шесть часов. Пока словесные баталии, но с такой регулярностью, что Турция и Израиль порой оказываются в шаге, точнее, в слове от реальной войны. После таких же майских выпадов пришлось понизить уровень дипотношений. В отсутствие послов, Министерство иностранных дел передают ноты тоже в сети. Оккупант, который пинает людей, лежащих на земле, легко обижается. Нитаньяху – холоднокровный убийца современности, ответственный за убийство тысяч невинных палестинцев, бомбящий детей на пляжах. Глава турецкого МИД сегодня заявил, Израиль стремится расчленить Сирию с помощью курдов, для чего якобы планировал использовать отряды курдской самообороны и рабочей партии Курдистана. Но ведь и у Турции о светлом сирийском будущем, очевидно, было своё представление. Не просто же так Эрдоган вёл переговоры с Трампом, после чего США заявили о выводе войск из Сирии, отдав на откуп турецким военным север страны. В начале января Турция и США ещё раз сверят часы, уже в Вашингтоне. Спросят там наверняка и про Израиль, который всегда считался одним из главных союзников США. Статус, что часто и определяет тональность словесных дуэлей. Александр Балицкий, Вести.